Дорогой Хазар, снова пятница, и многие наши подписчики с прошлой пятницы ожидали обещанную, сегодняшнюю встречу, обещанную тему, наставление на тему, как мусульмане относиться к богатству и к бедности. Вообще, что это такое? Это испытание Всевышнего, искушение Всевышнего, или это милость Всевышнего? Что мы должны с богатством? Ближать от него, жить аскетично, как жил пророк над миром благословения и сподвижники, и будь доволен Всевышним. Или, наоборот, пользоваться всеми благами, как подарок Всевышнего. Богатство, это, как бы, милость Аллаху Субхану Ат-А'ля, и Аллах Субхану Ат-А'ля разделил арзак, разделил именно уделы между своими рабами. Аллах Субхану Ат-А'ля в Коране, «Нахну касамна бейнахум». Мы, говорит, разделили между ними риск. И если посмотреть на сахабов, то кто-то из них жил бедно, кто-то из них жил богато. И даже если посмотреть закат и фитр, например, почему у нас делится, например, когда у тебя вопрос, почему там для богатых 500 рублей, там и выше, средние, там 300 рублей, малые, там, у кого-то, возможно, там 100 рублей. Откуда это берется? Потому что сахабы, они давали разные, богатые сахабы давали финиками, то есть у них была возможность купить финики, отдать в качестве заката или фитр. Кто-то давал пшеном, кто-то давал там ячменем. Поэтому, как бы, делим. Поэтому, где вот эта вот грань, должны мы от него бежать или нет? И что такое эскетизм, нужно пояснить в исламе. То есть, чтобы мы правильно понимали понятие эскетизм. Все по-разному поднимают. Дорогой Хазрат, прежде чем мы перейдем к пояснению того, что такое эскетизм, можно я уточняющий вопрос? Вы пояснили, что Аллах Всевышний создал людей разными и каждому человеку подписал разный риск. То есть, Аллах Всевышний кого-то возвышает богатством, обретением мирских благ, кого-то испытывает бедностью. И сподвижники послания Николая о мирном благословении приходили к нему и говорили, мы молимся, и богатые молятся. Но кроме молитвы у богатых есть возможность давать милостыню и отпускать на волю рабов. То есть, они имеют возможность совершать больше благих дел, чем мы. Это взгляд несостоятельных, бедных людей в сторону богатства. Но так ли это на самом деле? Так ли мы правильно ли понимаем, что Аллах возвышает богатством и испытывает бедностью? А может быть, Аллах испытывает богатство и возвышает бедностью и праведностью? Как отношение ислама к бедности и богатству на чаше милости Всевышнего размещается? Что является лучшей милостью у вас? Сказано, что первые, кто в судный день зайдут, в рай самый первый зайдут, это бедные мухаджиры. Потому что они первые зайдут в рай 500 лет раньше, чем богатые. Почему? Потому что они в этой жизни... То есть, в этом милость, скажем, скромного, несостоятельного образа жизни для первого поколения мусульман? Да, если он был праведником, то да, если он был праведным, то да. Но бывает, например, человек, которому Аллах дает богатство, он этим богатством может или заработать рай, или может заработать наказание Аллах. Также и бедный человек своим неятом, как сказано в хадисе, «Иннам ад-дуния ли арбаатин нафар». Дуния принадлежит четыре вида людей. Это человек, который своим богатством поклоняется Аллаху, субхану ва-та'али. То есть, дает закат, дает садака. И второй человек, у которого нет возможности, он говорит, если бы у меня было бы, я бы тоже бы так давал, как он дает. Сказал, у них одинаково греша. То есть, это панияту забирает, а это то, что он забирает. Субхану Аллаху, а другие два вида людей, у них тоже, у него было богатство, сказал пророк Мухаммад, и он тратит его на харам. И другой бедный человек, если бы у меня было столько же, как у него, я бы тоже так бы тратил на харам. У них одинаково грех, сказал пророк, Субхану Аллаху. Дорогой Хазбат, дорогой Хазбат, я прошу прощения. То есть, то, что бедные люди смотрят на богатых и такой хорошей, скажем, белой завистью завидуют в праведных делах, то, что они совершают, больше праведных дел могут тратить на пути Всевышнего Атта. То есть, нам, несостоятельным людям, достаточно просто сделать правильное намерение на то, что мы тоже бы тратили, мы бы потратили и на это, и на другое, и на помощь бедным, и на образование, и на то, чтобы закрывать долги должникам. И Аллах Всевышний по намерению нам воздавать точно так же, как и тем людям, которые это совершают. По намерению. Муса, алейсалям, сказал, как сказал, просто Аллаху Салам, Говорите, передавайте адбану Исраилу, в этом нет плохого. И Муса, алейсалям, сказал, среди нас есть люди, которые дали садака своими неятами, подобно величине небес, земли. После по намерению. Если у меня было бы, Аллах Субхан Али, я бы дал бы столько, я бы построил бы мадрес, я бы сделал это, но у меня нет. Но если было бы, я бы это сделал. То есть, если за это только не я, Аллах Субхан Али, ему награду. Дорогой Хазрат, еще одно уточню. Я прошу прощения, сегодня такой живой и интерактивный у нас эфир, потому что у многих людей возникают вопросы по этому поводу. Вот смотрите, в современном мире для современного человека как сделать правильное намерение на то, что он бы на это потратил, на другое потратил. Ведь мы же хотим наградовать Всевышнего. Ведь мы же хотим столько же милости, столько же воздаяний, сколько получают люди, на самом деле, тратящие на пути Всевышнего Аллаха, несметные богатства. Это как богатые современники наши из арабских стран. Это как наш, пожалуйста, меценат Сулейман Керимов, как Алишер Усманов, который возводят в мечети и так далее. Многие люди говорят, я бы тоже имел, если бы столько денег, я бы тоже тратил на образование, на бедных, на благотворительность и так далее. А мне кажется, что недостаточно мусульманину просто лежа на диване или сидя в своем кресле делать намерение. Мы могли бы, собираясь с нашими ровесниками, с нашими единоверцами, даже рисовать определенные дорожные карты, планы какие-то, проекты, на что можно было бы потратить средства накопления мусульман. А потом стараться эти планы, идеи свои, инициативы доводить до состоятельных людей. Примут они или не примут, это уже как бы решение Всевышнего Аллаха. И этим людям самим отвечать за то, что они сделают или не сделают. Но мы не просто сделали намерение, мы собрались с мусульманами, подготовили черновые проекты, мы сделали определенные действия, подтверждающие чистоту наших намерений и готовность жертвовать своим временем. И если бы у нас были деньги, на что бы мы их потратили? И мы рекомендуем, даем хороший совет нашим братьям, которым Аллах Всевышний даровал это состояние. И мы будем надеяться на то, что Аллах Всевышний даст нам такое же воздаяние, как и тем людям, которые на самом деле потратили. Аль-Хамду-Лля, Машаллах Всевышний даровал. Конечно, это тоже нафа, это тоже как бы милости на своим временем, своим силам, мыслями, то есть кто-то может деньгами, кто-то может временем, кто-то рукой. Даже когда, например, мечей строится, кто-то, например, хочет, поучаствует каждый, но у кого нет денег, он пойдет, покопает там, Аль-Хамду-Лля, кто-то там какую-то мысль. Это, конечно, вот это вот есть, когда именно глав дел, когда вместе, иншаллах, когда братья вместе, аль-Хамду-Лля, какое-то благое дело решают. Машаллах, это награда большая и барака будет, когда вместе делается, иншаллах. Это очень хорошая замена, дорогой Хазрат, пустым разговором, когда братья зачастую собираются в кафе, на природе или после даже тюма обнимаются. Зачастую мы предаемся пустословию, просто обсуждению последних каких-то ненужных новостей и даже сплетен, где упасет нас Аллах от всего дня от этого. Вместо этого мы могли бы собираться и готовить планы и проекты по дальнейшему развитию всем населения. Поддерживаю вас, шеф, Арсанал Машалла, сто процентов, Субханалла. Хорошо. Дорогой Хазрат, еще один такой аспект, я очень часто вспоминаю в беседах с нашими единоверцами случай из жизни посланника Аллах Миром и Благословением, когда после очередной победы своей, после фрафта Мекка, после открытия Мекки, когда мусульмане взяли впервые очень богатые трофеи. И посланник Аллах Миром и Благословением начал отдавать эти трофеи скот, верблюдов, скот, курайшит, мекканские знати из окружения Усуфья. А им все было мало. И они говорят, дай еще, дай еще. И посланник Аллах Миром и Благословением даровал им это все, отдавал щедро эти трофеи. На что ансары выразили свое недопонимание. Они сказали, я, Расул-Улах, как же так, ведь мы защищали тебя, мы дали тебе защиту, когда ты был изгнан из Мекки, когда эти люди тебя последовали. Теперь, когда ты вновь с ними воссоединился, ты их предпочел нам. Это был разговор на конюшне, когда они высказывали свое недопонимание. На что посланник Аллах Миром и Благословением сказал, они сегодня уйдут отсюда с верблюдами и козами, а вы уйдете отсюда с посланниками. После этих его слов ансары заплакали от осознания того, насколько неправильно было их подозрение и недопонимание. в плане того, что мусульманин предпочитающий мирские блага благам вечно. вот, вот где это грань, дорогой, я вот вспоминаю Абу Дарда, добой довленной Всевышней, он говорил, я понимаю, что торговля не запрещена Всевышней, но она отвлекает меня от поклонения. вот этот правильный, праведный зур, когда человек преднамеренно отказывается от погони за мирским, когда он все свое свободное время, каждую минуту своего времени посвящает не поиску маишата, не поиску риска, а именно ежедневному поклонению и увеличению своих знаний. Ведь даже когда посланник Аллаха, мир ему и благословение, ушел к Всевышнему, от него осталась кольчуга, заложенная у иудея на пригоршню ячменя. То есть избранник Всевышнего ушел к Господу, так и не сумев выкупить свою кольчугу, на которую он выменял себе пригоршню ячменя, чтобы обеспечить пропитание Должны ли мы стремиться вот к такому уровню зорда и отречению от Сырского? Смотрите, Шех Руслан, сейчас мы постараемся это пояснить, иншаллах, потому что часто бывает такое, которые люди вот в этом вопросе, они делают свое умозаключение, бывает такое, и вот, и стараются, как бы, и человек становится неким отшельником, вот даже в мече часто приходит, особенно, которые на обращенном мусульмане, они считают сиру, пророку и так далее, пророк здесь голодал, пророк здесь не кушал, я отказываюсь от этого, я пойду, даже такие случаи бывали, там, у него же там семья ждет, когда он принесет еду и так далее, он говорит, нам нельзя вот этот кушать, дети там хотят фрукты покушать, пророк не ел, и какое-то заблуждение, какое-то отшельничество, и потом люди говорят, это ислам, как бы, кто-то хочет, помогите мне, попрошайничество, и уже переходит в другой, как бы, уже знаете, как бы, в другую, как бы, яму заходить, попрошайничество, то, что запрещено, ислам. Вот сейчас мы постараемся вот эту тонкую грань, во-первых, пророк Мухаммад, он также любил холодные напитки, он также любил бараньи ножки, он также, пророк любил вкусную еду, он тоже человек, но есть такое понимание, как когда человек, например, что-то свое отдает ради другого, ради общества, или когда-то для себя он какие-то выдел... Чисто для меня я, например, что-то вот это запрещаю чисто, но тем самым не запрещаю другим. То есть, например, человек, например, который отказывается от чего-то, он делает это для себя, но тем самым он не имеет права как бы заставлять других отказываться от халяльного, навязывать это, да, это между тобой и Аллахом, субхану ва-та'але, и Аллах, субхану ва-та'але, в Коране говорит, «Куль, ман харрамазинат Аллахи лати ахражил айбади и ватта ебадимин ризк». Он, Мухаммад, скажи, кто может запретить все благое, которое Аллах, субхану ва-та'але, сотворил, та ебадимин ризк, и все хорошее из риска, из-за удела, то есть красоту этой жизни и так далее. Кто может запретить? Аллах, субхану ва-та'але, говорит. Потом говорит пророк Мухаммад, субхану ва-та'але, субхану ва-та'але, субхану ва-та'але, «Инн Аллах джамиль, юхиббу джамаль, Аллах, субхану ва-та'але, красивый, любит все прекрасное». Также пророк Мухаммад, субхану ва-та'але, сказал, «Ла рахадани, это филислам, в исламе нету рахадани, нету монашества». Что же такое отшельничество? И понятие джурд и сраф это понятие относительного характера. Приведу вам пример. Мы когда в Сауди учились, когда приезжали на хач, на умру, братья наши студенты из Египта, говорили, что мы с Рафом занимаемся студентами в Саудии, потому что у всех машины есть студентов, а они ездили на велосипедах в Египте. Но при этом забывали, что в Саудии нет общественного транспорта, как в Египте. Там автобус и так далее. Приходилось человеку, студенту много давать деньги на такси, чтобы ездить на уроки к шейхам, и за эти деньги можно было какую-то там скромную машину купить, можно было бы меньше, больше сэкономить денег. То есть как бы вот это вот понимание Зухд, оно очень такая есть грань. Что же такое Зухд? Очень красиво имам Мохаммад бен Хамбаль и Абдуллах Бумбарак в своей книге написали, пояснили, что в двух словах Зухд это сафар тул калб ан маватирин Это когда путешествует его сердце, а из этой жизни вечность. То есть человека может быть в руке много возможностей, много финансов, но при этом эти финансы не зашли к нему в сердце. Человек видит какого-то человек пришел в мечеть пешком, у него нет машины и видит другой брат мусульман приехал на Мерседесе, но при этом этот брат Абдуллах Бумбарак выплачивает закат, раздаёт садака. Он не знает, сколько он благих дел делает неприлюдно, то есть не на глаза. Субханаллах, и может быть там больше его имущество отдаёт на пути Аллаха. Субханаллах, этот человек говорит, этому брату зашла дунья в сердце. Мы говорим, нет, брат, не этому брату дунья зашла в сердце, а тебе дунья зашла в сердце. Почему ты решаешь, что она зашла в сердце, кому нет? Ты не знаешь его скрытые деяния, ты не знаешь, что он делает перед Аллахом, ты не знаешь, сколько он зарабатывает. Поэтому, даже вот примерно, например, Сулейман Керимов, сколько он делает благих дел, сколько он там строит в мечети, сколько, аль-хамдалла, благих дел и так далее. И человек скажет, ему дунья зашла в сердце, потому что у него там столько миллиардов и так далее. Это относительно характера вопрос. Относительно характера вопрос, почему? Потому что, субханаллах, есть люди, которые имеют меньше, чем он, но не делают столько благих дел, сколько делает такой-то человек. Дальше, также спросили, что такое, ученых спрашивают, Салиф Салих спрашивает, что такое, Зухт, что такое эскетизм? Как спросил Ахмад Аль-Харари, спросил Суфьян бин Уйяйна. Он говорит, что такое Зухт? Зухт, это когда человек должен от всего отказаться. И ему ответит Суфьян бин Уйяйна. Ты, говорит, глупый человек. Вот это не так, что от всего отказаться, говорит. А именно, говорит, ты должен довольствоваться за то, что тебе Аллах дал, и поклоняться Аллаху, и это и есть твой Зухт. Когда ты благодаришь Аллаха за то, что Он тебе дал, и проявляешь терпение, когда Аллах, у тебя что-то забрал, это и есть Зухт, сказал великий ученый, как Суфьян бин Уйяйна. А не так, как понимают некоторые, например, бывают некоторые братья, они себя в чем-то не отказывают, но хотят, чтобы тот человек, например, отказался от каких-то благ, или, например, когда кто-то... Это уже больше, можно сказать, у этого человека есть зависть какая-то в сердце по отношению его брата. Ну, если... Но если человек, человек имеет возможность и не дает, например, не делится своим богатством, имеется в виду как минимум закат, то тогда вот это, скажем, вот это богатство, которое будет против него, которое богатство ему, это не полезно, они будут свидетельствовать против него. Как Аллах, Субханава Тааля, говорит, то, что в судный день соберет их богатство, те люди, которые накапливали и не расходовали на пути Аллаха, Субханава Тааля, говорит, но при этом, не забывали свои семьи и приглашали Пророку Мухаммаду на баранину, как... Помните историю, когда То, что он долго не кушал, Абвакар покушал, Абвакар покушал, Абвакар покушал, Пророк Субханава Тааля, сказал, не будете спрашивать за эти блага. То есть, опять же, когда Аллах нам дает блага, мы должны благодарить Аллаха, Субханава Тааля, и проявлять терпение, если их нет. Дорогой господин, можно я подведу промежуточные итоги для того, чтобы мы поняли вот эти тонкие грани. И я хочу получить подтверждение от вас, что мы поняли их, сформулировали правильно. Насколько я понимаю, и богатство, и бедность могут оказаться как наградой Всевышнему милостью, так и искушением. Это зависит от того, как человек относится к своему правилу, к своему положению, в котором он оказался по воле Всевышнего. То есть, если человек получил богатство и тратит его на харам, это искушение и это наказание. Он получит свое влияние в сутки денег. Но если человек получил богатство и живет праведной жизнью, воздает хвалу Всевышнему Аллаху, помогает бедным выплачивать закат, очищает свое имущество, то это становится для него милостью Всевышнего. То же самое, насколько я понимаю, бедность. Если человек оказался беден, он проявляет красивое терпение, воздает хвалу Всевышнему Аллаху и просит Аллаху Всевышнему помочь ему максимально оказаться полезным для ислама, это оборачивается для него благом. Но если человек в бедности начинает роптать, начинает возносить хулу на Всевышнего, начинает завидовать, его сердце становится черным от того, что кому-то Всевышний дал, ему не дал, это опять оборачивается для него тяжелым видом испытания и даже, возможно, тяжелого наказания от Всевышнего. Это зависит от качества нашего сердца, от того, как мы воспринимаем ситуацию, как мы ведем себя в состоянии или богатства, или бедности. Потом вы упомянули, Хазрат, то, что мусульманин не должен пускать Дунию в свое сердце, не должен полюбить его. И я вот в этой ситуации часто цитирую дуа, который читали сподвижники добыть доволен Всевышний, они говорили, я Аллах, дай нам этот мир в наши руки. То есть дай нам управлять этим миром, но не пускай его в наше сердце. То есть не дай, чтобы мы полюбили этот мир настолько, чтобы он отвлек нас от поклонения, от праведных целей. И здесь я, чтобы понять, как мы должны относиться к Зугду, я вспоминаю людей под навесом, которые просто праздную жизнь, такую неактивную, пассивную жизнь вели. Это были мусульмане, которые сидели целый день под навесом и говорили, мы предаемся размышлениям поклонению Всевышнего. По-моему, посланник Аллаха Миром и Благословением им сказал, для вас было бы лучше, если бы вы пошли и собрали хворост и продали и продали вместо того, чтобы постоянно продаваться в таком бездельничании. И я, насколько понимаю, грань между Зугдом и стремлением к богатству. Как мне кажется, и я хотел бы подтверждение вашему получить возврат, человек, верующий, не должен сидеть, сложа руки и говорить «я за», «я аскет», и обделять свою семью, и обделять в том числе других мусульман, которые посредством его усердия могли бы получить в каких-то таком моментах. Мне кажется, что каждый мусульманин должен без устали стремиться к увеличению достатка, к увеличению своих возможностей, к увеличению ресурсов, которые Всевышний мог бы дать ему в руки. То есть он должен предпринимать все усилия, чтобы Всевышний ему в руки, его семье дал как можно больше ресурсов. Если на то будет воля Всевышнего, Всевышний даст им. Если не будет на то этой воли, он не даст. Но каждый человек должен предпринимать максимум усилий, чтобы как можно больше мирского заработать, получить в свои руки и тратить это на благие цели, предварительно выплатив закят, чтобы сделать это имущество в поляне. И после того, как он это заработал, Всевышний дал ему, не дал, в той мере, в которой дал ему Всевышний, после того, как он это получил, вот после этого он уже может сказать «Я за это». И передать это нуждающимся, передать на благие цели детским домам, открытым фондам и сказать «Вот теперь я за это, теперь я отказываюсь от мирского и довольствуюсь малым водой и николим хлебом». После того, как он предпринял все возможные усилия для того, чтобы получить максимум для пользы мусульманской общины, для пользы верующих, после этого будь за это, не обделяя тех, кто в этом нуждается. Но сидеть, ничего не делая, палец о палец не ударивая, говорить «Я аскет, мне кажется, что это большая штука». Правильно ли я понимаю эту граниру? 100% говорит, вот тот, который сидит, ничего не делает, говорит «Аня Захид», он сидит на шее других людей, у них просят потом, и их же обсуждает и говорит «Вот им дунья зашла сердца». Вот такая обычная консилька сегодняшнего дня, Субханаллах. «Мы должны стараться, мы должны это и так далее». вот так вот часто бывает. Во время Умара, который сидел так в мечети и поклонялся, ничего не делал, и Умар, взял его за шкирку, Джаррху, Умар, и говорит «Кумар, это не амаль, и если не тумтур, и не тумтур, и не тумтур, и не работай, не без дождь, ни золотом, ни серебро не дают, иди, делай, скормляйся людьми и так далее». Поэтому этот человек не любил таких, которого сидели, не делали, ходили, потом попрошали и так далее. Потому что в любом случае нужно кушать, ему нужно это, он ходит, это бросит, и так далее. Аллах, сколько аятов в Коране говорят «Юкеймуна салят, ау и утуна сзакат». Они молятся и выплачивают закат, молятся и выплачивают закат. Во многих аятах говорит об этом. То есть опять должно быть что-то. Потом Пророк Мухаммад сказал «Аллах любит видеть милость на своем рабе, который он дал». То есть человек взял дом, например, или там одежду, если у него есть там красивое, или там автомобиль какой-то. Ну что-то такое няма, которую он дал. Аллах любит видеть асару няма тя'али абду. То есть наоборот, чтобы он показал это. А он же как, например, что сейчас люди скажут, там, аха, там, рубашку делал, и люди как-то начинают обманывать и так далее. Да мне это там подарили, и начинают. «Субханаллах, что ты, ты халяльным путем заработал, ни у кого не обманул, никого не попрошай, ничего не украл. А почему ты с ним хочешь рубашку красивую, там, или двум дом своих людей пригласить? То есть, ты же халяльным путем это все зарабатывал. Поэтому вот это должны, побуждение такому, как сделать. А у нас, когда человек чуть-чуть, например, там что-то у него есть, что-то и делает, и начинает его, аха, откуда взял, что он сделал, и так далее. Я бы, опять же, хотел бы, чтобы, аль-хамдулля, братья наоборот, вместе делали, вместе, чтобы такое благодатное дело делали. И часть этого, аль-хамдулля, пускай они выделяют на закаят, на садака, и от них пользуют больше. Вот в этом, аль-хамдулля, есть пример мусульман. Дорогой хазрат, можно я подытожу нашу сегодняшнюю дискуссию такой неожиданной формулой, которая пришла мне в голову после нашей беседы. Джухд Аблязюх. То есть, усердие, усердие до аскетизма. Вот если мусульманин будет жить по этой формуле, проявляя максимум усердия, и после этого добровольно переходя к аскетизму, это будет наилучшим выбором для верующего человека. Машалла. Дорогой хазрат, в наших беседах рождаются такие удивительные формулы, удивительные лайфхи, новые технологии жизни мусульман в современном обществе на основе того пути, который продемонстрирует. Вот это вот беречь, что Руслан главный делал, сердце, чтобы туда не заходило. Пускай вот это без разницы сколько, но в руке, а не в сердце. А чтобы в сердце не зашло, ученые говорят, что нужно, Аллаха не надо сильно любить. Почему? Потому что там не будет любви к чему-то другому помимо Аллаха. Оно будет переполнено сердце. И сколько там у человека после этого он, халяль отдаст, поможет, и так далее, от него блага будет много. Сколько вопросов решения, чей-то строится, мадреса строится, помогает неимущим, бедным. Опять же, откуда? Через таких вот кто проявляет братья, складывается, помогает, аль-хамду-Лля, баракат бывает. Еще один хадис хотел напоследок процитировать, уже чтобы довершить. Как мусульманину определить должный уровень достатка, необходимый уровень достатка? Посланник Аллаха миром и благословения сказал, что мусульманина должна быть праведная жена, просторный дом и быстрое средство передвижения. Если во времена сподвижников быстрым средством передвижения это было верховое животное, то в наше время быстрое средство передвижения это уже достаточно комфортный для семьи автомобиль. Масторный дом, в котором похлопило место и гостям, и детям, и возможность спокойно учить уроки детям и так далее. Поэтому после проявления джухда, после проявления усердия, каждый мусульманин согласно своим потребностям должен оставить себе такой уровень достатка, который необходим его семье, его детям, чтобы не болеть, вести достаточно качественный уровень жизни обеспечить им, себе оставить ровно столько, сколько ему нужно для поддержания искренности, праведности. Человек, вот как наш брат, о котором я рассказывал в одном из эфиров, он может вообще отказаться от комфортной даже постели и спать на циновке, это его выбор. После того, как он обеспечил семью, заработал деньги, передал на нужды нуждающихся собственным решениям, он сам определит себе уровень того достатка, который ему комфортен. и после этого может переходить на зух, не навязывая это остальным, но служа примером. Показывая, я живу таким образом, если вам нравится, мы тоже живем таким образом. И это будет наилучший, как мне кажется, выбор и образ жизни. Конечно. А если бы уже, например, будучи женатым и были здесь и так далее, человек не работал и не зарабатывал, и там говорят, мы проявляем зух, и его семья голодает, вот здесь он уже входит в, человек в харам и будет отвечать за то, что, Субханаллах, он не содержал свою семью, не содержал своих детей, его дети голодали и так далее, за это он уже будет отвечать. А себе, конечно, как ты хочешь, аль-хамдул-ля, ты так себя относишься, аль-хамдул-ля, тебе хватит там одного финика, стакана водички и так далее. Поэтому, аль-хамдул-ля, вот это дела сердец. 95% дела сердец в Аллахе, в исламе, в шариан. Аль-хамдул-ля. Аль-хамдул-ля. Аллах Всевышний даст вам, дорогой хамдул-ля. Аль-хамдул-ля. Тонкие напоминания, наставления и возможность нам осознать тончайшие грани нашего... Аль-хамдул-ля. Тратите столько времени и так далее. Аль-хамдул-ля. Находите время... Для меня это огромная радость и счастье. Баракалапикум. Иншалла. До встречи через неделю. Баракалапикум. Следующий раз. Баракалапикум. Баракалапикум. Баракалапикум.